Поехали! Сейчас наша любимая тема. Украинские дроны впервые долетели до Чечни, удар пришелся по зданию, на территории так называемого Российского университета спецназа имени Путина в городе. Украинские дроны прилетели в Чечню и ударили по этой базе спецназа, которая называется имени президента Российской Федерации Владимира Путина. И вот новость непосредственно говорит об этом. Но откуда они знают, что это украинские, никто это еще не подтверждал. А в Верховной Думе там разные представители делали разные выводы о том, что этот украинский дрон летел через Черное море, через нейтральные воды и так далее. Но это отдельная история. А сейчас я хочу, чтобы вы дослушали эту новость до конца и комментарий Рамзан Кедырова. Внимание. Увага. Это то самое учебное заведение, которое недавно поручили курировать любимому сыну Рамзана Кедырова, Адаму. Сам глава республики заявил, что при ударе никто не пострадал, а пожар был отбушен очень быстро. По его словам, здание, цитирую, стояло пустующее. Тем не менее, глава Чечни уже пообещала, что будет мстить. Ну, знаете, как у расистов бывает. Прилетают неизвестного характера дроны, да, происходит удар. В результате все горит, все взрывается. Но потом оказалось, что здание пустое и особо не пострадало. И героические кадыровские пожарники все очень быстро затушили. Но самое интересное в том, что эта школа спецназа, когда Путин зашел этой кровожадной войной в Украину 24 февраля 1922 года, с того времени эта так называемая школа спецназа в Чечне, через нее прошло порядка 47 тысяч военных. Те, которые готовились в этой так называемой школе спецназа имени Путина. Такая вот интересная новость. Слушаем дальше комментарий Кадырова. Кадыров говорит, мы, конечно, ответим за это. В ближайшее время мы им такое в Украине, мы им такое покажем, мы такое покажем, мы сделаем возмездие, такое возмездие. И вот я думаю, что же Рамзан Кадыров нам на самом деле покажет. И тут мне пришла такая аналогия, он походу возьмет своего кукольного генерала Аптиала Удинова, замахнется и бросит в Украину. Наверное, это будет самый жесткий ответ, который возможен от Рамзана Кадырова. Ну, друзья, они пытаются нам сделать возмездие, сделать нам такое и такое уже порядка трех лет, напав на нас вместе с русскими, да. И как воюют кадыровцы, мы с вами знаем днем в однослышке. Ну, аналогия, мне кажется, запустить Аптиала Удинова как ракету в Украину, она, конечно, мне кажется, очень веселая. Надеюсь, вам понравилось. Ну, вот такая замечательная новость, друзья. И, по сути, это дрон неизвестного характера. Мы узнаем украинский он только в том случае, если наш генштаб, безусловно, и наше Министерство обороны подтвердит, что это был украинский дрон. Вот. Но новость-то замечательная, потому что впервые дрон прилетел непосредственно по Чечне. Мы знаем, что Дагестан он прилетал по военным там, да, всяким базам и так далее. В дальнюю Россию прилетал на расстоянии более тысячи километров. И расисты, конечно, от этого обалдели. Но сегодня такой вот нюанс, что непосредственно дрон прилетел в Чечню и очень в знаковое место. В базу спецназовцев, где готовятся эти террористы для нападения на нынку Украину, которую мы с вами защищаем. И самое интересное, что эта база называется имени президента России Владимира Путина. Ну и вот такое вот возмездие мы ждем от Рамзана Кадырова, который еле-еле говорит. А кто не в курсе, пару дней назад я снял видео, где опубликовал сенсационную информацию, инсайт от одного чеченского оппозиционера Адама Ломаева, который Адам Ломаев рассказал в своем интервью, что Рамзан Кадыров, проблема была у него с почечной недостаточностью, мы с вами все об этом знаем, я об этом снимал много видео, и он был при смерти. И спасло его такое чудо, как его родной дядя. Так вот, оказалось, что Рамзан Кадыров насильно заставил своего дядю отдать почку, и в результате насильным способом дядю привезли в больницу, и почка дяди Рамзана Кадырова теперь находится у Рамзана Кадырова, что дало ему возможность жить дальше. И, по всей видимости, судя по тому, как он разговаривает и передвигается, у него до сих пор происходит эта реабилитация, это приживание, возможно, даже в этой ситуации, скорее всего, что он и выживет, но мы будем следить за дальнейшими событиями, как все это происходит. Продолжение следует...